Обучаемость и дрессировка. Все собаки подаются обучению и дрессировке, однако одни породы запоминают и выполняют команды быстрее и охотнее других пород. Разным породам нужен разный подход к дрессировке и обучению. Некоторые породы могут показаться плохо обучаемыми или даже глупыми, однако в большинстве случаев плохая обучаемость породы собаки связана с упрямым или независимым характером породы собаки или индивидуальной особи. Американский голый терьер имеет совершенно средние показатели в обучении новым командам. Также огромное значение в обучаемости собаки играет роль, какие методы обучения использует дрессировщик для конкретной породы. В книге «Интеллект собак», написанной профессором психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Стэнли Кореном, автор исследовал породы на предмет легкости к обучению и разместил их в список из 80 позиций. Автор взял за основу в определении интеллекта собаки два критерия — понимание новой команды и исполнение команды с первого раза. Им были отправлены запросы судьям из американского и канадского клубов собаководства, в которых он попросил оценить породы собак. Было получено 199 ответов, на основании которых он составил свой список. Этот метод не связан с генетическими особенностями интеллекта, например, с изобретательностью и пониманием общей ситуации. Разные терьеры в этом списке занимают позиции от 27 до 66, что по методологии профессора Стэнли Корена дает понять, что терьеры обладают хорошими способностями к обучению. Недостатком этой шкалы, по собственному признанию автора, является ее сильная зависимость от способностей к послушанию и исполнению команд, например, для рабочих или служебных собак, и слабая связь с пониманием и творчеством, например, охотничьи собаки. Как результат, некоторые породы находятся на более низких местах в списке из-за их упрямого или независимого характера, что вовсе не делает их слабо интеллектуальными или непригодными к обучению. Склонность к лаю. Кроме всего прочего породы отличаются и по уровню шума, а точнее, по частоте их лая. Одни породы могут лаять постоянно без остановки и ни капли не уставая обладать каждого незнакомца или чужую собаку, которая пройдет мимо вашего дома или мимо нее самой, другие породы лают только по делу, тогда когда это, по ее мнению, необходимо, а третьи могут подавать голос только в исключительных случаях. Американского голого терьера можно отнести ко второй группе, описанной выше. Эта порода точно не будет доставать вас и ваших соседей лаем. Желанием грызть все подряд, к счастью эти собаки обделены. Грызть и все пробовать на зуб является общей для щенков всех пород, однако во взрослом состоянии разные породы в разной степени склонны к исследованию мира с помощью своих зубов. Голые терьеры не склонны к таким шалостям. Уровень активности и энергии. По уровню заряженности и активности также можно разделить породы на активных и спокойных или даже ленивых. Активная собака будет требовать от вас постоянных прогулок, тренировок и частой умственной стимуляции, спокойные и менее энергичные собаки будут довольны недлительными прогулками вокруг дома и с радостью разделят ваше желание поваляться дома на диване. Ту особенность следует учитывать при выборе питомца, так как нереализованные потребности активного животного будут реализовываться дома на вещах и предметах вашего жилища. От количества энергии в собаке зависит и то, с каким желанием и как долго собака будет играть в игры с вами или с вашим ребенком под вашим присмотром. Американские голые терьеры, как все терьеры, в этом плане заряжены на полную катушку, так что вам придется хорошо постараться, чтобы вывести его из сил. Кроме того, у многих пород есть врожденные желания преследовать движущиеся объекты и животных, степень этого желания может различаться от породы к породе. Если у собаки этот врожденный инстинкт развит сильно, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки и держать его на поводке, так как любой движущийся предмет может спровоцировать собаку к погоне, даже если это будет автомобиль, который может навредить животному, в такие моменты собака может ослушаться окрика хозяина и переключить все свое внимание на движущуюся цель. Кроме того, такие породы представляют дополнительную опасность мелким домашним животным и птицам. И естественно, у американского голого терьера это желание не просто врожденное, а еще и с радостью развито самим питомцем. Страсть к бродяжничеству и свободолюбие. Некоторые породы имеют склонность к преодолеванию больших расстояний на своих четырех, ради чего их и выводили, поэтому такие собаки, следуя инстинкту, не упустят возможности сбежать от вас и пробежаться пару километров, несмотря на ваши уклики. К таким прогулкам в основном склонны ездовые собаки, гончие и щейки. Американский голый терьер, как правило, не имеет такой привычки. Несомненным плюсом этой породы является крайне низкая слюновыделение. Количество выделяемой слюны зависит от особенностей породы. Одни породы выделяют так много слюны, что могут оставлять следы на ковре, на диване, на полу и на вас, другие породы тоже выделяют слюну, но происходит это у них в намного меньшем количестве. К счастью, американский голый терьер выделяет крайне мало слюны. Также большим плюсом американского голого терьера, следуя из названия породы, будет то, что они не линяют. Количество шерсти от собаки в вашем доме и на одежде сильно зависит от того, какую породу вы выбрали, некоторые породы линяют круглый год, другие только сезонно, третьи почти не линяют. Эта характеристика породы может быть важна в зависимости от того, где вы планируете содержать питомца, есть ли аллергии на шерсть животных у членов вашей семьи и от того, насколько для вас это вообще важно. Из этого плюса вытекает еще один огромный плюс, это легкость ухода за животным. Они не потребуют большого количества времени на себя. Историческая справка породы и подгруппы. На протяжении нескольких столетий на Британских островах разводили охотничьих собак, которых использовали для охоты на лисиц и барсуков в норах, за что они и получили название терьеры от латинского «земля». Терьеры образуют многочисленную группу собак, довольно сильно различающихся по внешнему облику, но все они сохраняют характерные свойства терьеров — это живость, подвижность, темперамент, злобность к дикому зверю. В разных частях Британских островов были созданы породы, одаренные необыкновенными охотничьими качествами, главное — это злобность к зверю. Использование терьеров было универсально, охрана дома и сопровождение гуртов скота, охота и ловли крыс в амбарах и, кроме того, неутомимый спутник хозяина. Со временем эти обязанности распределились по различным породам от декоративных до служебных. Самой характерной чертой терьеров считают расположение украшающих волос на морде, жесткая шерсть образует бороду, усы и торчащие брови. Американский голый терьер — это порода декоративных собак. Этих миниатюрных терьеров можно смело рекомендовать в семьи, где есть люди, страдающие аллергией, при содержании безволосой собаки проявлений аллергии не наблюдалось. К недостаткам породы относится высокая чувствительность кожи собак к погодным условиям, особенно к пребыванию на солнце. Терьеров защищают специальным комбинезоном или кремом. Началом истории американского голого терьера принято считать осень 1972 года, когда основоположнику породы Эдвину Скотту, проживавшему в небольшом городке Траут, штат Луизиана, был подарен голый щенок, родившийся в помете чистокровных ред-терьеров. Редкие случаи появления безволосых щенков от нормальных, покрытых шерстью родителей, были уже известны в этой породе и считались следствием мутации, привнесенной от предков, форм. Эдвин Скотт и его семья оценили преимущество ухода за собакой без шерсти, и, несмотря на отсутствие опыта разведения, заинтересовались идеей получения от нее голого потомства. В возрасте одного года Жизефина, как назвал ее Скотт, была повязана со своим отцом и принесла четырех щенков, один из которых оказался голым. Последующие несколько пометов не принесли ни одного щенка без шерсти, и только 30 декабря 1981 года у Жизефина родились два покрытых шерстью и два голых щенка. Этот день Скотт и провозгласили днем рождения породы американский голый терьер. Впоследствии изучая породу, Эдвин Скотт выявил ее генетические закономерности, и основав питомник Траут Крик Кеннелл, занялся популяризацией американского голого терьера. Интерес к породе возрос, когда было замечено, что у большинства людей, страдающих аллергией, не проявлялось каких-либо негативных реакций при общении с этими собаками. В 1998 году порода американский голый терьер была признана Американской ассоциацией редких пород и национальным клубом породы ред-терьер. В январе 1999 года, когда объединенный клуб собаководства признал ред-терьеров, собаки без шерсти были занесены в реестр АК, как голая их разновидность. В ноябре этого же года первой страной, признавшей американского голого терьера за пределами США, стала Канада. Как самостоятельная порода американский голый терьер был признан и зарегистрирован в АК в 2004 году. В 2010 году порода была признана Российской кинологической федерацией. На данный момент американский голый терьер является предварительно утвержденной породой в Международной кинологической федерации и признана кинологическими организациями многих стран. Американский голый терьер сильно привязывается к человеческой семье, в которой он живет. Некоторые породы сильно привязаны к одному человеку, другие ко всем членам человеческой семьи третьи могут иметь приветливое отношение вообще ко всем людям, а четвертое могут не иметь тесных связей даже с хозяином. Американский голый терьер очень сильно привязывается ко всем членам человеческой семьи, в которой он живет. Также они достаточно рады и незнакомым людям, хотя и относятся к ним с настороженностью и обычно наблюдают за тем, как ведет себя хозяин с этими людьми и подражает в этом плане хозяину. Отношение любой собаки к незнакомым ей людям сильно зависит от породы питомца, но еще сильнее это отношение зависит от воспитания и социализации конкретной особи, при этом особенно важным в этом плане является социализация в раннем щенячьем возрасте питомца. Примерно такое же отношение у американских голых терьеров и к другим собакам. Чего не сказать о мелких домашних животных таких как хомячки, домашние крысы, белки, шиншиллы и прочие грызуны. От мелких домашних животных терьеров всех типов лучше держать на расстоянии. Разные породы собак по-разному относятся к себе подобным, одни собаки будут играть и всячески взаимодействовать с собаками которых встретят или с которыми живут вместе, другие породы могут стараться доминировать или даже нападать на себе подобных четвероногих. При этом взаимоотношение между собаками может сильно отличаться от того, как собака будет реагировать на людей. Поведение собаки в отношении других собак и людей зависит не только от породы, но и от социализации конкретной особи. А вот с детьми, американский голый терьер, на удивление прекрасно ладит. Однако вне зависимости от дружелюбного отношения собаки к детям, не следует оставлять наедине собаку любой породы с маленькими детьми. Некоторые породы собак более спокойно относятся к поведению маленьких детей и могут не обратить внимания на какие-то выходки детей. Однако стоит понимать, что собаки всех пород, какими бы они не были дружелюбными, должны находиться с детьми только под присмотром хозяина или взрослых людей, так как помимо качеств породы в отношении детей есть еще и индивидуальные особенности каждой собаки, ее воспитания и предыдущего опыта в общении с детьми, а также на поведении собаки в отношении детей играет роль и само поведение детей в отношении собаки. Эта порода подойдет как первая порода для неопытных владельцев при условии, что будущий владелец американского голого терьера изучит необходимую информацию о породе и в целом о содержании собак, а также взвесит все плюсы и минусы конкретной породы. Одни породы собак легче содержать и обучать, а другие более независимые и даже напористы и таким породам нужен опытный владелец. Плюсом породы американский голый терьер является отличная приспособленность породы к содержанию в квартире. Но следует иметь в виду, что они не переносят одиночество и не могут быть оставлены одни на долгое время. Особенности породы американского голого терьера не позволяют ему находиться в прохладной среде даже продолжительное время. Жару, однако, они тоже плохо переносят. Эту особенности стоит принимать во внимание при содержании и выгуле питомца. В холодное время года соответствующая одежда необходима для утепления. А в теплое время года следует избегать активных нагрузок. Общее здоровье породы по 10-ти бальной шкале. Общее состояние здоровья собак этой породы и возможности появления генетических болезней у них можно оценить по 10-ти бальной шкале на 9 баллов, то есть это очень здоровые собаки с минимальным количеством генетически предрасположенных заболеваний. Средняя продолжительность жизни американских голых терьеров составляет от 12 до 16 лет.